МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в программе. Вы понимаете, ну не повезло мне в жизни. Ну вышла я замуж за хорошего человека. Он его взял и убил. Убийца паршивый. Сидел бы всю жизнь лучше. По вине мужа, недавно вернувшегося из заключения, Ангелина лишилась родительских прав. Теперь ее 4-летний сын Саша растет от нее вдали. Ангелина собирается развестись, найти новое жилье и бороться за сына. Но почему желание воссоединиться со своим чадом вызывает так много вопросов? Подробности узнаем в зале суда. А вот на раздел имущества я не согласна и поясню, почему. Петечка, извини меня, пожалуйста, но никакой квартирки. Ты так, как ты хочешь пополам, мы ее делить не будем. Зинаида Сысоева прожила в браке 20 лет. Измена мужа стала для нее неожиданным ударом. Петр дважды оставил супругу ради любовницы. Сейчас коварный изменник требует развода и раздела квартиры. Однако Зинаида не желает делиться с предателем и утверждает, что из-за мужа она потеряла настоящую любовь. Прошу садиться. Судебное заседание открыто. Слушается гражданское дело по иску Жмаковой Ангелиной Сергеевны. Это вы. К Жмакову Олегу Юрьевичу. Это вы. Так точно. О расторжении брака. Вестица, скажите, пожалуйста, почему вы хотите расторгнуть брак с вашим мужем? Ваша честь, я просто уже не знаю, куда идти, что делать. Я вас очень прошу, пожалуйста, разведите меня с этим чудовищем. Потому что, вы понимаете, он меня чуть не убил. Он чуть не сделал меня калекой. Он просто зверье. Вообще, я не знаю. Вообще, откуда? Расскажите, что произошло. Почему вы хотите развестись с мужем? Что именно он сделал? Он меня соматически избивает. Он меня унижает. Все эти годы, которые я провела с ним, он меня избивал. Он мне угрожал, что если я куда-нибудь пойду, заявлю, он меня вообще убьет. И где-нибудь под домом закопать, что меня вообще никто не найдет. Мало того, что он все время, я не знаю, проводит со своими дружками. Курит в квартире, пьет. Нас лишают родительских прав. Уже лишили родительских прав. Это все из-за него. Потому что, как он меня, как вышел из тюрьмы полтора года назад, он просто меня избил зверски. Дело дошло до больницы. Я вообще в реанимации лежала. Еле выжила. А каждом из нас лишили родительских прав. И сколько ребенку лет? Ребенку 4 года. А лишили нас родительских прав, потому что после этого случая начали за нашей семьей наблюдать. Естественно, что соседи, эти наблюдатели, которые приходили наблюдать, все это видят. То есть вас обоих лишили родительских прав отношения маленького ребенка. Мы не смогли убедить органа... Никак вообще, ну, доказать органам опеки, что я могу. Не смогли убедить органы опеки в обратном, что вы можете содержать ребенка, воспитывать. Я не могу никак этого им доказать. У меня не получается. То есть вы спокойно отнеслись, что вас забрали ребенка, лишили родительских прав. Хороша мамаша. А вы помолчите, отречек вас тоже лишили. Потому что я, квартира его, и он ее получил в наследство еще до нашего брака. То есть я на эту квартиру вообще, ну, никак не могу претендовать. То есть я не могу забрать сына, как-то его, ну, даже жильем обеспечить я не могу. То есть поэтому меня лишают тоже прав и не дают мне ребенка нормально забрать. Я очень хочу этого. То есть у вас нет необходимых документов для восстановления в родительских правах? Вы не можете предоставить органам опеки документы о том, что у вас имеется квартира, вы работаете? Ну, понимаете, я договорилась с подругой. И на какое-то время она нас примет. Пока она нас, пока мы будем жить у нее какое-то время, то есть это время неограничено. То есть она меня не выкинет в любой момент с ребенком на улицу. Я устроюсь на более-менее, ну, хорошую, оплачиваемую работу. То есть сейчас вы не работаете? В данный момент я не работаю какое-то время всего лишь, потому что я вынуждена сидеть дома, потому что этот постоянно пьет со своими дружками. А где вы собираетесь жить после развода? Я собираюсь жить сначала у подруги, и у меня есть возможность, я поговорила, ну, договорилась, что у меня, может быть, даже будет возможность приобрести как-то квартиру там со скидками, там, то, что я мать-денушку выявляю. А вы ребенка навещаете в детском доме? Я навещаю ребенка в детском доме, и очень хочу, чтобы он вообще туда даже близко. Он пытается туда подойти, но я ему просто запрещаю это делать. Он делает попытки, он думает, что он такой прям вот хороший отец, и на этом настаивает. Ну, вы тоже мать-денечка хорошая, раз лишнее родительских прав. Я лично родительских прав, потому что он такой. Я вашу позитив поняла. Ответчик, скажите, пожалуйста, вы согласны на расторжение брака? Да я категорически не согласен, Ваша честь. Конечно, Геля мне в этой жизни, конечно, сильно подпортила все, но я ее люблю и никуда от себя не отпущу. Какая любовь! А как вы собираетесь сохранить семью? Ну, Ваша честь, я, конечно, да, Гель тут правильно говорит, выпиваю, но я завяжу, базара нет, и на работу нормально устроюсь. Саньку мы ребенка нашего все нормально, из детдома заберем, воспитаем нормально. Я тебе обед не завязал, какой ты заберешь? Да подожди, ладно, слушай, Гель, Ваша честь, дело в том, что, ну, мы с Гелью любим друг друга еще со школы. После школы решили, ну, пожениться. Когда я там в школу? Только вот родители ее сразу сказали, что не, нифига подобного, типа, значит, пока вначале, вот, она не получит образование, профессию не будет, никаких свадеб, никаких ЗАГСов, ничего. Ну, а я что, ушел в армию служить, но, как бы, где-то, она, конечно, там, вроде что-то поступила куда-то, я не знаю, но письмо мне пришло, она вышла замуж, там, за какого-то харька, которого ей подогнали, там, вот, стайка какого-то стрелькашечка. Хороший человек, не знаю, только потом, когда я за армию пришел, почему-то ко мне прибежала, и плакать начала, типа, вот, мужик твой, значит, изменяет тебе, по бабам другим ходит. Хороший он был человек, на себя-то смотри. Плакала, плакала, ну, плакала, утешал я ее, по-своему, так сказать. А через месяц она мне заявляет, что беременна, ну, а мужик-то ее тоже не дурак, понимает, что, где ее супруга пропадает-то. Да что ты говоришь? Да что я говорю, все правильно я говорю. Ты сейчас все что угодно скажешь. В общем, избил он ее, у нее выкидыш случился, она ко мне прибегает в синяках, значит, и флакать, вот, муженек меня избил, у меня выкидыш, все, что мне делать? Ну, а я что, мужик-то нормальный, естественно, вот, понял, что, чему, и пошел, короче, разбираться с этим ее кренделем. Он ребенок убили, мужа истица. Ну, что я с ним сделал? Ну, пару раз ему по морде врезал, а он хилый такой. Он убийца. Ну, убил, ну, хилый был, он упал, ударился там об угол какой-то, я не знаю, он об деревяшку какой-то, и все, и трупец. Случайно у тебя все случайно случается. Ну, а дальше что у меня? Суд, тюрьма, лагерь, приговор, вот так вот. То есть вы отбывали наказание за убийство мужа вашей жены? Надо было у тебя на всю жизнь. А когда вы зарегистрировали с ней отношения? Да, ну, как сказать, отношения зарегистрировали. Приезжала она ко мне на зону свиданки, там зарегистрировали с ней брак. Любовь у нас была. Какая у вас любовь? Да ой, ой, где ты говоришь, господи? Боялась, деваться было некуда, вообще просто в жизни запуталась. Какая любовь там может быть вообще-то? Посмотри на себя. Местица, а вы чего боялись? Он вообще в тюрьме находился. Чего вы боялись? Вы приехали сами к нему, расписались с ним. А что вы думаете, его дружки тут под окнами тоже ходят? Ты ко мне сама прыгнула, свиданочки, хату на двоих-то заказывала. Активность проявляют. Каждый раз ему на тюрьму всякие там про меня вещи сообщали. Я думала, он вообще выйдет, меня убьет. Вот что-то не убил, вышли, что-то не убил. Так вы что, из страха за него замуж вышли? Сама же ко мне прибежала. Честно говоря, я уже даже не знаю почему. Хотела, наверное, чтобы я не знала. А говорила, любовь. Какая любовь? Я хотела, чтобы ребенок от него родили. А ребенок от своего ушла, бегала ко мне. Какой-никакой думал, выйдет нормального. Мне нормального, молодого тела захотелось. Тишина в зале. А ребенка тоже от страха родили? Нет. Я просто не сторонница абортов. Я не считаю, что нужно лишать ребенка жизни из-за того, что у него отец такой. Ну, я думала, ну, может быть, я думала... Так вы сейчас лишили ребенка матери. Вы лишены родительских прав. Фактически у вас ребенок сирота. Ну, его лишили. Ну, как я могу... Зачем тогда вы его рожали? Он бухает с дружками, вот в комнате сидит. Так вы про себя скажете, какая разница, что он делает, что вы делаете? Мне некуда идти, вообще некуда. А зачем вы рожали ребенка? О чем вы думали? Ну, я же не думала, что так будет. А как будет? Ваш супруг сидит в тюрьме. Вы ходите за него замуж, рожаете ребенка. О чем вы думали? Я никогда не думала, что так получится. Ваша честь, можно я скажу? Скажите. Когда я вышел из тюрьмы, когда я еще сидел в тюрьме, значит, она родила ребенка. Вот. Ну, мамаша из нее, конечно, сами видите, какая некудышная была. Ты у нас папаша хоть куда? Так, подожди. В общем, органы опеки-то правильно сообщили добрые соседи. Потому что она по ночам уходила, когда ребенку было год. Ребенка оставляла дома. Он орал, кричал. Потом самой последней каплей стало то, что она его в детском садике забывала забрать. Это говорит убийца. И он ночевал с охранником в детском саду. Это же какая была мать. Кто тебе поверить не в том, что он ему ничего не поверит. Я сейчас говорю к тому, что я не собираюсь с ней разводиться. Я собираюсь вместе с ней забрать нашего Саньку из детского дома. Я его забираю? А ты вообще... Нет, мы вместе его забираем. Сапорок не пойдешь. Нормально его воспитываем и все. И ваша честь, я сейчас ходатайствую перед судом, чтобы допросили свидетелей с моей стороны. Это вот сейчас я хочу попросить Гришу моего друга пригласить. Это мой кореш, с которым мы очень долгие годы вместе дружим. Сабутыльник. Надо правильно выражаться. Сабутыльник нет. Это мой хороший друг. А он в курсе вашей семейной жизни? Это прямо друг, который может все рассказать. Он ему сейчас... Что он говорил, он то и скажет, конечно же. Да, конечно. В курсе семейной жизни. Нет, вот Гриш, ты как раз таки он все право скажет. А он под присягой находится в судебном заседании. Я уже даже боюсь уже слушать, что он скажет. А то ты не знаешь, что он скажет. Да то, что ты у нас идеальный папа... Свидетель Кузьмин. Хорошо, спасибо. Слава Богу, у меня сейчас справочка есть. Субтилочки подобрал бы лучше. Под кроватью, которую прячешь. Бутылочки, бутылочки, бутылочками. Сдадим. Сдадим и новый купил. Здорово, Грих. Вот, наявился, не запылился. Тишина в зале. Бо-бо-бо-бо. Кузьмин Григорий Иванович. Да, так точно. Скажите, кем вы являетесь истой ответчиком? Ну как, лепший корик. Ну как, ну друг, да, в принципе, Олеговский. А вы в курсе их семейной жизни? Ну да, конечно, естественно в курсе. Уж сколько лет. Я вообще не понимаю, что он с ней разводиться не хочет. За эту блингелью весь район знает, кто она, что она. Гриш, хорош, погоди. Слушай, это моя баба, мы сами с ней разберемся. Ладно, ладно, ладно. Ну, видать, крепко она его цепанула. Бабу, себе ищи. Слышь, ты тоже, давай. Ну, в принципе, сам хочешь, так значит мучься. Не суть. Важно, я, в принципе, скажу, как он меня, вот, Олег просил, чтобы... Не, не просил, ты говори по часоку, все правду. Ну, чтобы вас не разводили. Ты не надо, говори, что я там просил. И Санька вот этого, он как своего родного любил. Хотя, он ему ни хрена не родной. И это вот, ***, вот эта вот геля, она же не от него же ради, ладно? А откуда вам это известно? Ну, по определению. Выбирайте выражение в суде. Или что? Ну, как? Мне все известно. Мужик сидел за нее, она его не дождалась. Ну, в принципе, как и раньше, и за армию. Он сидел в весьма сними меня. Но не умеет Ангелина ждать. Вот такая вот ***. Простите ваши чини. Выражение выбирайте в суде. Ну, нету, просто для нее других определений человеческих. Давай я определять сам буду, а? Ой, она же, смотрите, она к нему и на зону ездила одновременно. И тут Роман закрутилась таким с чувачком упакованным. Ну, там реально балово, вообще чувак был, я его видел. Вот этот Леша, по-моему, его звали, этого пряника. Там котлы рыжие швейцарские, лобсердак итальянский. Точила у него лайба вообще германская, бундесовая. Ну, бутылку и можешь металл собирать. Да мне как-то пополам, я с ним не спал. Так вот, и понимаете, вот от этого Леши, по-моему, все-таки Леша, от него-то она и залетела. Коллегу она тогда уже три месяца на зону не ездила. А беременна она уже была. Моя-то, Верка, она... Какие подсчеты прям вот... А вот то, да. Свидетель, а вы друг к своему рассказали об этом? Да. Конечно, рассказал, потому что он как раз откинулся. Ну, мы, естественно, отметили. Потому что давно хотел... А Верка-то мне, она уже сказала, что она до свиданки с ним уже три месяца как беременная была. Олег Юрьевич, а вы поверили, что ребенок не от вас? Да, ну, а что еще-то поверить-то? Ну, в принципе, да. Ну, раз люди говорят... Ну, а экспертизы проводили генетическую? Да, сразу могу сказать. Экспертизу я никакой проводил, проводить не собираюсь. Потому что, Санька, я люблю как своего собственного ребенка, мне плевать, честно говоря. Не от меня, не от меня, господи. Ну, что ж... Ты мне все равно проводи, я сама ее проведу, чтобы отцовство доказать. Да, Геля, 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 какое отцовство? Олег, он настоящий, реальный мужик. Семья для него это святой. Вот, в принципе, вот он вообще молочага. А вот эта Геля, она в суд подает, потому что она не хочет, чтобы Олег помешал ей усыновить настоящее отцовство, вот этого своего Санька. Ну, знаете, чего вы меня спрашиваете? Я в суд подаю, потому что хочу нормально воспитывать сына. Тут еще в теме есть у того самого чувачка соскочившего, сестра есть. У какого чувачка, простите? Ну, от которого она залетела, от которого она родила, вот, который наточили, вот на этой, на Бундесовой катался, Леша вот этот. Если он такой тебе друг, забирай его и вместе живите. Я так чувствую, ты этого и добиваешься. Ну, вот забирай, мне жалко. Подожди, родная. У меня вера есть. Пока еще ты моя законная супруга. А ты, чтобы не отдали? Я за Олега беспокоюсь и за Санька. Так, тишина. Ответчик, правильно я понимаю, что вы хотите вызвать в суд сестру, любовника, от которого ваша жена родила ребенка? Да, 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 ваше честь, я ходатайствую, чтобы вот госпожу Бубнову, как раз сестру, вот это сюда и пригласили. Пусть мы ее послушаем. Судебный пристав, пригласите Бубнову Валентину Михайловну. Ну, вот и хорошо, пускай хоть сейчас и прояснись. Сейчас расскажу. Господи, а что уже теперь? Сейчас все люди все скажут. А что уже теперь? Пускай и проясняется. Свидетель Бубнова. Что же присядет? Я вот наконец-то с тобой разведусь, хоть сейчас, хоть. Не дождешься. Да дождусь. Может, потом ты ее первый раз видишь. Бубнова Валентин Михайловна, скажите, пожалуйста, известен вам истец и ответчик? Все равно я отцовство установлю, и все будет... Да, конечно. Да, успокойтесь, пожалуйста. Да, я скажу. Мне все равно, конечно, разведете вы их или нет. Мое, как бы, дело для спокойствия нашей семьи, я бы хотела, чтобы брак сохранился. Дело в том, что мой покойный брат Алексей имел неосторожность связаться с этой гулящей девицей. Она от него родила. И когда мой брат уехал в другой город налаживать свой бизнес, она к нам частенько захаживала своими претензиями и упреками. Я, конечно, ее выставляла за две. Какие претензии, какие упреки. Не мешай мне. У тебя в глазах упреки сейчас. Я, конечно, выставляла ее за две. Какой человек искал упреки? Дай Балентин. И потом как-то в сердцах я рассказала маме это. Ну и мама, естественно, передала это все Лешке. Таким образом, Лешка узнала о существовании сына. Слишком поздно узнала. Сейчас все было бы по-другому. Ничего страшного. Сейчас были бы вместе, были бы счастливы. Да, конечно, счастливы. И все было бы хорошо. И с жизнью мой брат не интересовался вот этой вот гулящей особочке. Но в то же время он присматривался к ней. Ты знаешь о любви вообще? Да, знаю. Присматривался, потому что он хотел забрать сына себе, потому что больше у Леши детей не было. А тут еще плановая операция на сердце. Он решил написать завещание и включить сына туда. Но, к сожалению, операция не состоялась. Леша умер. А завещание всплыло. Тут Гелия засуетилась. Тем более она уже была лишена родительских прав. Ну и че я? Ради ребенка. Конечно, да. Потому что он... А тут сейчас я его заберу. А тут сейчас я его заберу. Сын у нее богатый стал. Когда тебя прав лишали. Вот странно, да. Заботиться она отключила тут родительские права свои. Да, конечно. А что в этом плохом, чтобы я хочу, чтобы ребенок в нормальных условиях жил? А что же тогда ты в опеке интересовалась? Можно ли распоряжаться ребенком деньгами ребенка? А, конечно, как же я буду его в школе собирать? Как я его буду вообще, не знаю, кормить, как они власть? А если меня восстановят в родительских правах? А ты жаба корыстная, блин, вообще. Да тебе это что? Градон еще наше, если выбирать вражеские, в вашу честь. Вы понимаете, ей муж сейчас мешает в ее вот этих корыстных делах. И, конечно, ребенок ей нужен только ради денег и наживы. Но ты знай, ты ничего не получишь, потому что ребенок и деньги будут в нашей семье. Тем более я уже оформлю опекунство над Сашенькой. Какое тебе опекунство? Никакого. Ты не увидишь ребенка. Кукушка ты. Кукушка. Ты не имеешь на него прав никаких. Да, конечно. Помолчи, постой. Вот, Ваша честь. И поэтому я хочу, чтобы мой племянник воспитывался в нормальной, приличной семье. А эти маргиналы ничего больше не получат. Сидите вы, перекусайте. Валентина Михайловна, скажите, пожалуйста, правильно я понимаю, что вы сейчас оформляете опекунство над ребенком, вашим племянником, сыном юстиции и ответчиком, правильно? Да, совершенно верно. Ну что, Геля, вот теперь видишь, что ты, что никому ты не нужна, кроме меня. И Бубновского вот этого наследства не видать тебе, как своих ушей. Так что давай прекращать весь этот базар, давай возвращаться, давай жить нормальной семьей, договоримся с опекой, забираем Сашку нашего, будем растить и плевать мне, что будет у Сашки наследство, будут у него эти деньги Бубновские, не будут у него деньги. У меня мозги есть, руки есть, устроиться на нормальную работу и все будет нормально. Я с тобой ничего общего иметь не могу, и видеть тебя больше не могу. Ваша честь, я вас очень прошу, пожалуйста, разводите нас. Я, я, вы понимаете, ну не повезло мне в жизни. Ну вышла замуж за хорошего человека, он его взял и убил. Убийца паршивый, сидел бы всю жизнь бы лучше. Встретила, встретила хорошего человека, родила от него ребенка, и все бы у нас было бы хорошо. Ну вот если бы вот него, ну не проблема у него на работе, ну не переезд бы, ну не получилось у нас стыковаться, ну все бы у нас хорошо бы уже было. Пожалуйста, я хочу воспитывать сына, я хочу жить в нормальной семье сама и воспитывать его. И чтобы, и чтобы у меня его не отбирали, я вас очень прошу. Суду все ясно. Суд удаляется для вынесения решения. Прошу всех встать. Далее в программе. А вот на раздел имущества я не согласна и поясню почему. Петечка, извини меня, пожалуйста, но никакой квартирки. Ты так, как ты хочешь пополам, мы ее делить не будем. Зинаида Сысоева прожила в браке 20 лет. Измена мужа стала для нее неожиданным ударом. Петр дважды оставил супругу ради любовницы. Сейчас коварный изменник требует развода и раздела квартиры. Однако Зинаида не желает делиться с предателем и утверждает, что из-за мужа она потеряла настоящую любовь. Мой племянник будет воспитываться в нашей семье. Валентина после судебного заседания. Она пускает дальше, бегает и гуляет. Мы с вами сходим в хороший копачок. Мы этот вопрос... Прошу садиться. Я не претендую на ребенка. Оглашается решение суда. Исковые требования удовлетворить. Брак между супругами расторгнуть. Суд расторгает брак между супругами, потому что судом установлено, что дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение семьи невозможно. Согласно статье 22 части 1 Семейного кодекса Российской Федерации. Также суд разъясняет обоим сторонам, яйццу и ответчику, что восстановление в родительских правах производится только в судебном порядке. В случаях, когда родители, лишенные родительских прав, меняют свой образ жизни, свое поведение и отношение к воспитанию ребенка. Согласно статье 72 Семейного кодекса. Также суд разъясняет, что родители не имеют права собственности на имущество их детей. И распоряжение имуществом ребенка возможно только к выгоде ребенка. Из предварительного согласия органа опеки и попечительства. Согласно статье 60 части 4 Семейного кодекса Российской Федерации. Ясно решение суда? Судебное заседание закрыто. Прошу всех стать. Да, папки-то ладно, Гриш. Слава богу, господи. Я тебя вижу последний раз, я надеюсь, в этой жизни. С ребеночком разберемся. Я тебя не найду. Кукушка. Вы пришли к выводу, что развод неизбежен. Жить по привычке с нелюбимой женой ради непонятно каких-то там условностей. Психологи называют пять основных причин для развода. Вы не готовы к семейной жизни. Я хочу нормальной семейной жизни. Я нормальный мужик. Я жрать хочу, понимаешь? Мясо хочу. Ваша семья испытывает финансовые проблемы. Этот человек ужасный, жадный. Он просто скупердя, и притом он невыносимый псих. Вы не готовы терпеть измены. Они в нашем буфете на столе сексом занимались. В ваших отношениях нет прежней страсти. Я выходила по любви. Я ожидала лучшей жизни. Я думала, у нас все будет прекрасно. Вы не сошлись характерами с вашим супругом. Мне с женами хронически не везет. Я второй раз уже наступил на одни и те же грабли. Ну, или фигурально выражаясь, наступил на одну и ту же кучу. После развода виновных нет. Есть только потерпевшие. Не ищите причины для развода. Лучше найдите повод для примирения. Я тебя прошу, вернись ко мне. Я все сделаю, чтобы ты была счастлива. Галя, я даже знаю, кто такой Бетховен. Галя. Ну, а если развода не избежать, тогда увидимся в суде. Все о разводе в программе «Давай разведемся» на телеканале «Домашний». Квартира должна остаться мне. Да ты что? Конечно. Это ты долго думала? Очень долго думала. Между прочим, очень долго думала. И придумала. Значит, наверное, передумала. Нет, не передумала. Прошу садиться. Но квартирку ты не получишь. Так ты знай. Не получишь. Судебное заседание открыто. Слушается гражданское дело по искусству Сысоева Петра Ивановича. Это вы. Я. К Сысоевой Зинаиде Павловне. Это вы. Да. О расторжении брака и разделе имущества. Петр Иванович, скажите, по каким причинам вы решили расторгнуть брак с женой? Ваша честь. С Зинаидой вообще в браке мы больше 20 лет. Я с Великой на всякий случай взял. Вы знаете, все как обычно. Полюбили, естественно, поженились. Очень много нас связало. В браке родился у нас сын. Сейчас он уже взрослый. У него своя семья. Проживает отдельно. Но, как обычно иногда бывает между мужчиной и женщиной, наша любовь стала угасать со временем. И в настоящее время, Ваша честь, наши семейные отношения, я считаю, себя изжили. Ну, даже, понимаете, нет общих тем для разговора. Да что там общие темы для разговора, когда... Извините, я еще пока физиологически мужчины себя чувствую. И у нас нет уже давно... Ты чувствуешь себя мужчиной, а я не чувствую себя женщиной. У нас давно нет интимной жизни. Поэтому, в последствии того, что наш семейный брак исчерпал, я считаю, единственный выход – это развод. Но, Ваша честь, дело в том, что в браке у нас есть совместно нажитое имущество. Это трехкомнатная квартира. Общая площадь 65 квадратных метров. А стоит она, вот по справке независимых экспертов, на настоящий момент 3 миллиона рублей. Петя, ты правильно сказал, в настоящий момент. 3 миллиона рублей, Ваша честь. Но она не стоила 3 миллиона рублей. Так, не надо в суд вводить, вот, понимаешь, заблуждение, потому что это сейчас она стоит 3 миллиона. Не надо, не надо, Петя. Поделить эту квартиру, потому что, вот, даже вы сами уже можете сделать вывод, никаких прежних отношений у нас с этой женщиной быть не может. Выход один – развод. И когда же я это так решил-то, что не может? Эту квартиру, которую мы купили за деньги, которые, значит, имели во время нашего брака. Передайте, пожалуйста, документы судебного пристава. Мне нравится, Петя. Истец, скажите, пожалуйста, больше никаких причин для развода нет, кроме как отсутствия тем для разговора и интимной жизни. Я попытался деликатно здесь сказать об интимной жизни, да, но раз уж в суде дело такое пошло. В общем, Ваша честь, Зинаида мне изменила. Изменила с молодым любовником. Понимаете, после того, как я это все дело узнал, тут жизнь мне просто стала невыносима. Это не то, что невыносимо, это вообще как-то, не знаю, грязно, что ли, все. Это я этой женщине вообще-то доверял. Очень многие такие серьезные, деликатные дела, даже в свои личные дела, в работе. Разводить. Понимаете, это настоящий удар в спину. А для мужчины вообще, для любого, я считаю, это еще удар по самолюбию. Так что никогда, я еще раз могу сказать, никогда с этой женщиной, с которой меня связывали в свое время и приятные, и близкие, и очень хорошие отношения, никогда отношения не будут прежнего, поэтому развод и, как говорится, деликатные дела. Ваша честь, вообще-то, вообще-то, Петечка, ты вот забыл сказать, что ты собрался жениться. Ты собрался жениться, и только после этого я тебе в отместку решила, вот как ты здесь говоришь, изменить, а измены не было. Просто, ну, появился молодой человек, да, но я еще раз повторяю, вот я ему изменила тогда, когда он мне сказал, что он решил жениться. Естественно, так скажите, пожалуйста, какая причина развода? Это вы решили жениться, или все-таки вам жена изменила? Вот вы знаете, если полгода назад взять, то то, что говорит сейчас Зина здесь в суде, вообще, конечно, странно, но я скажу, полгода назад, может быть, то, что вот она говорит, что там я изменил, это можно было бы назвать. Но ведь, что меня подвигло к тому, что я нашел отношения с новой женщиной, познакомился с женщиной. Слушай, как интересно, расскажи, пожалуйста, что же тебя с подвесным такой формой? Значит, Ваша честь, естественно, самолюбие мое было ущемлено, самооценка понижена, естественно, я начал, ну, как так, я свою жену уже хотеть не стал, извините, если на то пошло. Я познакомился с новой женщиной, у нас наши отношения приобрели более серьезный взаимодный характер. Так я правильно понимаю, что вы настаиваетесь, что сначала вам изменила жена, а потом вы нашли новую женщину? Да, да. Ну, как только, если мы с ней давно уже, как говорится, как муж и жена, никаких отношений. Ваша позиция мне понятна, ответчица скажет, вы согласны на расторжение брака и на раздел имущества? Да, да, я согласна на расторжение брака, а вот на раздел имущества я не согласна и поясню, почему. Петечка, извини меня, пожалуйста, но никакой квартирки, ты так, как ты хочешь пополам, мы ее делить не будем. Ваша честь, вот он сказал и передал документы, что там 3 миллиона она сейчас стоит, а изначально она стоила 2 миллиона. А вот когда Петечка решил жениться и тут же ушел и там развлекался со своей новой пассией, я решила, ну, действительно была в таком состоянии, я решила, не надо, подожди, подожди, ты сказал. И как положено давал своей жене. И я решила сделать ремонт в этой квартире, но, между прочим, не просто ремонт, а перепланировочку. Извините, она мне вошла в копеечку. Хорошо. Один миллион. С молодым мужем будет хорошо жить. Да, да, вот теперь, значит, он говорит 3 миллиона, она стоила 2 миллиона, улучшив ее, она стала стоить 3 миллиона, это я сделала оценочку, тогда получается 2 трети мои, а 1 трети тебе. Две трети мои, как раз тысячи это и есть 1 треть, она мне, плюс, если мы делим пополам, вот 2 трети мне и 1 треть тебе. Это будет честно. Естественно, скажите, пожалуйста, а вы имели доступ к счету, с которого ответчик брала деньги на ремонт квартиры? Конечно, конечно, Ваша честь. Ну, просто мы оформили счет на имя Зинаиды, а я, естественно, имел, я доверенность приставу. Да, но я делала ремонт, я собирала по копеечке, не надо говорить, все складывала, и я, естественно, сделала на эти денежки ремонт. Он в это время проживал не со мной, он, мы раздельно жили, и поэтому я считаю, что как это можно поделить пополам? Петя, извини меня, как это можно поделить пополам? Ну, как вам? Я заплатила, я выплачивала, я тас... Когда ты развлекался с ней, я, между прочим, мешки таскала. Какие мешки? Вот в каких мешках, Ваша честь? Там молодой, здоровый гусар, любовник. Причем здесь молодой, здоровый гусар? Какие мешки таскать? Он мне только помогал делать ремонт. Ваша честь, я еще раз говорю, деньги, которые были использованы при покупке квартиры, а также в дальнейшем по инициативе Зинаиды, я так понимаю, для более комфортного проживания со своим молодым человеком, на ремонт, прежде всего, доход имела она от меня. А я ничего не делала. Я, естественно, как полагается, еще, пока я все-таки муж ее отдавал, приносил большую часть. Пока еще он мне муж. Вот пока ты еще муж, да. Ваша честь, дело в том, что, извините, вот на старости лет у него случилась вот эта вот любовь, и я сейчас расскажу. Петя, тебя слушали, Ваша честь. Значит, получается, что дело в том, что Петя, он работает инструктором вождения. И, естественно, у него, я знала прекрасно, все-таки 20 лет живем. Случались измены. Я работаю бухгалтером там же. И, естественно, мне приходили разведчицей, да, потому что мне докладывали. И, значит, постоянно я, значит, находила то какие-то там, мне говорят, вот он с одной, вот он с другой. Ну, извините за подробности, но прям вот интимные какие-то там в машинах вплоть до... Ну, надо было привезти в суд, показать. Нет, не могла это привезти. Может, и мое белье было на теле. Жена-то ближе, как говорят, рубашка к телу. А тут он собрал вещи и ушел к ней. Извините, дорогой мой. Конечно, зачем мне такие скандалы каждый день? А при чем здесь скандалы? Крики какие-то непонятные заголочные. А при чем здесь скандалы? Значит, самое интересное, не надо, самое интересное, хорошо, не следила, живут они там, проживают. Я, естественно, ну, расстроенная была. Решила сдать квартиру, комнату в квартире. Ну, чего пустовать-то? Молодой человек подвернулся, такой замечательный, такой обходительный. Вы знаете, да, конечно, он начал ухаживать за мной, но, а почему бы и нет, ухаживал. Даже помогал делать ремонт, вот, между прочим, не ты, а он помогал. Да, я носила мешки, я оплачивала, а он все своими руками делал. Но самое интересное, живут они полгода с Валечкой, и вдруг в один прекрасный день звоночек в дверь. Я открываю, стоит прислоненный мой, Петечка, косячку, и она говорит, получайте. А у него, оказывается, инсульт случился. Я не надо. А какое-то имеет отношение к разделу квартиры? Какое-то имеет отношение к разделу квартиры. Очень даже прямое отношение. Потому что вот эти денежки, которые остались от квартиры, мне пришлось, она тут же, фыра, ее нет. А я, значит, быстренько скорую помощь вызвала. Не надо. Скорую помощь вызвала. Они кое-как его откачали. И куда Петечка делся? Конечно же, остался у меня в квартире. И мне пришлось за ним ухаживать. Я остался по месту своего проживания регистрации. И все эти деньги не надо, пожалуйста. Вот. Карта. Вон какая. Посмотри, пожалуйста. А что это у тебя дело-то, не у меня, моя медицинская карта? Вот у меня, сколько я потратила на лечение, это все оставшиеся деньги с того счета снятые. Вот, пожалуйста. Моя медицинская карта находится у тебя. Ответчица, правильно я понимаю, что любовница привезла и сдала вам мужа больного? Да, сдала, просто сдала. Прям с инсультом. И сказала, все, пожалуйста, он заболел. Любовница даже не знает, где я проживал. Она знает, что я туда ушел. А как же она вдруг привезла, да что ты говоришь? Она привезла звоночек, я смотрю, Петечка стоит. И она же мне сказала, получите своего мужа. Ответчица, скажите, пожалуйста, а если вы так заботитесь о своем муже, почему согласны на развод? А потому и согласна, что это уже вторая измена. Значит, я его поднимала, я, значит, ему бульончики варила. Когда он заболел, он ей не нужен был. Как только, посмотрите, как огурчик стоит, привела его в порядочек, тут же он Вале позвонил, Валюша, я в порядке, принимай. Собрал вещички и опять к Вале. Это как называется, Петя? Это как называется? Это называется, очевидно, твой бред. Не надо бред, я осталась без всего. Который тебе приснился. И теперь он еще хочет полквартирки. А квартирку, вот тебе, никакой квартирки, даже половиночку. Вот это тоже по каждому месяцу. То есть вы считаете, что если истратили семейные деньги на его лечение, то муж должен получить меньшую часть квартиры? Конечно, должен получить меньшую, а как же? Ваша честь, я вас попрошу выслушать свидетеля с моей стороны, информация которого, я думаю, будет полезна, ну, там сами уже рассудите, для решения суда. Ну надо же, и кого же ты пригласил-то, свидетеля? Это Щеголева Валентина Андреевна? Это специально, чтобы жену позлить? Валечку пригласили. Нет, зачем? Просто она некоторые моменты, которые я из-за своей деликатности не могу сейчас сказать. Она может быть вам более... Судебный пристав, пригласите, пожалуйста, свидетеля Щеголева Валентину Андреевну. Я не понял, кто меня приводил? Конечно, она. Конечно, она... Ты ее видела? А как же не видела? Когда? Когда она позвонила, и можно сказать, на руки я тебя приняла. Меня? Ты на руки? Да, да. Ты меня удержала бы. Не удержала, ты свалился. А, то есть я тогда уже был похудевший. Да, 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 похудевший был. А с твоей помощью я откачала. О, вот теперь я ее вижу во внутрь. Щеголева Валентина Андреевна, правильно? Я... Скажите, пожалуйста, какие отношения у вас с истцом? С истцом у нас хорошее отношение, то есть мы собираемся пожениться. Водка. Да, мы собираемся пожениться. Дело в том, что Петя, как вот он мне рассказывал, у него были левые приработки, и он эти левые приработки отдавал Зинаиде. Я об этом говорю. Ты говори о другом. Петечка, ты, пожалуйста, успокойся. Здесь не налоговые, поэтому можно и честно сказать. Дело в том, что Петя имеет действительно приработки, ну, где-то 500-700 рублей за час дополнительно. И эти денежки он отдавал все Зинаиде, которые складывала, откладывала там, и на которые сделала ремонтик. А что ты, дорогая, считаешь денежки-то моего мужа-то? По какому такому праву-то, расскажите, пожалуйста? Это не я его обворовала, это ты его обворовала. Ваша честь, дело в том, что Петя, он вообще очень хороший человек, он даже хочет усыновить моего семилетнего сына. Ах, ты еще и ребенка хочешь усыновить. Я сейчас на данный момент снимаю квартиру. И вот как Зинаида тут говорит то, что он был очень болен, это, конечно, она очень сильно преувеличивает. А как? Я снимаю квартиру 15 тысяч в месяц плачу. Это, сами понимаете, деньги все-таки нормальные. Мы хотим купить квартиру, совместную, отдельную квартиру, чтобы там с Петечкой проживать. Замечательно, Ваша честь. Сына понимать надо? Надо. Квартирка нужна тебе наша. Квартирка, между прочим, приобретена у вас в браке. Ах, ты даже это знаешь. Ремонт сделан, тоже вы еще не разведены. Да что ты. Вообще-то, Зинаида Павловна, если хотите знать, вы еще спасибо Петру должны сказать. А за что же я знаю? Он, между прочим, получил инвалидность, когда у него случился инсульт. И он на вас в суд на алименты не подал. Ой, Петя, инвалид ты мой. Ну надо же, а. А я и не знала, что он инвалид. А в принципе, он нужно было подать на алименты на тебя. Благородство. И платила бы, как миленькая. Конечно, зачем? Да что вы, ничего я платить не дала жена. Да что ты? Он инвалидность получил тоже в браке, извини. Петя, ты инвалид? Да, я инвалид. Да что ты. А как же тогда ты собираешься усыновить, там еще что-то? Ты говоришь, что у нас... А что теперь инвалидность уролепа нельзя? У тебя же медицинская книжка. Тебе противопоказано, вот здесь написано врачом, противопоказано вообще какие-либо... Твоя разведка не доработала. А что, противопоказано? А что же тебе нельзя? Это значит противопоказано жениться, противопоказано усыновлять ребенка чужого? Отношений никаких нельзя, иначе в того, и не дай бог еще инфаркты, инсульты вообще подухли. Это ты его до инфаркта довела. Я до инфаркта? Нам понадобились деньги, когда вот он от Зинаида ушел, мы стали жить вместе. Нам понадобились деньги срочно. Отвечица, скажите, пожалуйста, после такой артиллерии аргументов у вас имеется свидетель для подтверждения ваших фактов? Да, хорошо, я согласна, пора это все прекратить. У меня есть свидетель, вот тот молодой человек, как вы говорите, любовник. Вот просто это тот молодой человек, который жил у меня на квартире какое-то время и помог. Вот я прошу, пригласите его, пожалуйста. Барсукова Юрия Львовича. Как бы он тебя жил, если ты не сказал, что вот место у меня изменилось. Пригласите, пожалуйста, Барсукова Юрия Львовича. Спасибо, он ей помог. Свидетель Барсукова Юрия Львовича. Да, не поздно, вот молодой человек пришел к тебе, пожалуйста, едьте. Да, да, да. Пишина в зале. Барсуков Юрий Львович, правильно? Скажите, пожалуйста, вот ответчица говорит, что вы делали ремонт в ее квартире. Да, это правда так и есть. Дело в том, что я квартиран там был определенное время и у Зинаиды Павловны снимал комнату. А на чьи деньги делался ремонт? Ну, как бы вот есть смета и весь расчет производился с рук Зинаиды Павловны. То есть ее муж мне не давал ни копейки. Я делал лично работу сам, так как я мастер-профессионал. Я потому что давала деньги. Тишина в зале. А вы строитель? Да, да. Вот, покажи, пожалуйста, какая у вас квартира. И какую? Передайте, пожалуйста, смету. И после ремонта полностью сколько стоит. Расскажите подробно, что конкретно вы сделали в квартире? Да, ну, бога ради. Сейчас у нас. Тишина в зале. Начиная с полов, это самое минимальное, это стяжка пола. Потом сантехнику поменяли, санузлы, окна, кондиционеры поставили. То есть капитальный ремонт сделали? Да, полностью. А еще ты забыл сказать, что мы там сделали... А панно сделали, да, из венецианской штукатурки. Ой-ой-ой, Вася, какое панно? Какая штукатурка? Эта штукатурка на меня сыпаться начала, как только вот я заболел. Пока там находился. А, правильно, правильно, потому что... Так что, какой ты профессионал, молодой человек. Так, дорогой мой, не надо. Это барыга с большой дороги, это вообще я не знаю. Так, Петя, 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 не надо. Да, вот он специалист, послушай его, пожалуйста. Там сейчас демоксин все развалится. Просто он не допускал ничего, притравился там. На самом деле ее просто надо обрабатывать пчелиным воском. Это специальные требования, а человек не знает, он привык баранку крутить и спать с каждой ученицей. Только мои деньги платят. Начинает меня учить в моей же работе. Ответчица, скажите, пожалуйста, вы считаете, что вот эти улучшения, связанные с ремонтом, так увеличили стоимость квартиры, что вы вправе претендовать на большую ее часть? Почти на одну треть. Ваша честь, я еще раз хочу сказать, что основной доход приносил я. Свидетельница, что вы хотели сказать? Ваша честь, я, конечно, молчала до сих пор, но дальше я молчать не собираюсь. Юрка, а ты каков подлец? Я же лично тебя за Зину просватывай. Что за чушь? Свидетельница, что значит «сосватывай»? С какой целью? Вы что, знакомы были ранее со свидетелем Юрием? Да, раньше мы были знакомы. Я специально, когда узнала, что Зинаид Павловна сдает комнату, ищет жильца, я Юре предложила поселиться у нее. Это анекдот какой-то. И чтобы он влюбил в себя Зину, чтобы у Пети был повод развестись. А то, пока он жил у меня до болезни, он вообще о разводе даже и думать не думал. Нет, подождите, я ничего не понимаю. Да не слушай ты ее. Юр, ну как это не слушай? Как это не слушай? Да они сговорились, афера какая-то, я не знаю. Я первый раз тебя вижу. Духая, что ли? Да как это, Петя? Ваша честь, мы с ним очень близко даже знакомы. Стоп, стоп, Валя, поподробнее. Ну что, ты что, спала, что ли? Петя, да ты что? Ты что, спала, я спрашиваю? Нет, да ты посмотри на него, он же не в моем вкусе. Посмотри на него и посмотри на себя. Да ты на себя глянь. Я что, Яна? У меня есть на что посмотреть. Так, подожди, есть на что поглядеть. Так, я ничего не могу понять. Значит, получается, что Юра... В общем, вообще интересно, вот эта вот деревенская коровенция, значит, так это все обработала. Ты на себя посмотрели щеткой. Чего? Отпеться, я даже и не знала, что тебе такие коровушки нравятся-то, а? Да на меня есть, посмотри-то где и подержаться за что. Для тебя коровка, для меня море удовольствия. Удовольствия? Держись за свое море удовольствия. С удовольствием. Так, я не понимаю, значит, получается, что ты клялся в любви только из-за того, чтобы завладеть моей квартиркой. Боже, что за чусь. Значит, она тебя... Ты часть своей работы выполнил, потом должна была она часть своей. Это что получается? Это какой-то... Так, ваша честь. Тебе надо уходить в бухгалтерию и садиться за романой. Да, за романой сяду, Петечка, только... В одной комнате. Ваша честь. Я понимаю, что это суд, что это не какой-то детский сад. Я не согласна на развод. Не только. Квартиру поделим обязательно. На раздел квартиры. Но на развод я не согласна. Поясню, почему не согласна. Получается так. Во-первых, мне таких любовников больше не надо. Не дай бог... Зинаида Павловна, я умоляю вас. Да? А потом, значит, прибьешь меня в этой квартирке. Петя, 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 послушай, пожалуйста, внимательно. Вот ты лучше подумай. Вот я уже хорошо, что вот от этого Юры... Не надо больше мне таких Юр. А ты подумай... Как ремонт делать так надо, ну конечно. А вот ты подумай. Валечка-то твоя. Будешь ты жить. А она тебе подсыпет какой-нибудь там, я не знаю, ерунды. Ну или спровоцирует новый... Я обязательно подумаю. Я обязательно подумаю. Зинаида Павловна, давай поживем еще. Возвращайся ко мне. Тебе. И будем жить еще 20 лет. Я закрою на все глаза. Да ты что? Конечно. Так я же тебя не хочу даже, понимаешь? Ну ты сам по себе, я сама... Как это сам по себе? Так что ли, я не понял. Ну зато ты извини меня. Ты же останешься живой и здоровой. Подумай, Юр. Я... А Юра, Юра с тобой все понятно? Я потом вам все объясню, Зинаида Павловна. Не надо ничего мне объяснять. Просто выслушайте меня и все. Нет, это... Ваша честь, не согласна. Я на развод. На раздел квартиры, да, обязательно. Суду, позиция сторон понятна. Суд удаляется для вынесения решения. Я от вас не ожидал вообще столько прожить... Прожить в одной квартире, мама. Прошу садиться. Ангелы и гемы. Вот ангелы и гемы. Прошу садиться решения суда. Тишина в зале. Слушание дела о расторжении брака отложить. Согласно статье 22 часть 2 семейного кодекса. Суд производит раздел супружеского имущества. Не рассматривая по существу иск о расторжении брака. Потому что раздел общего имущества супругов может быть произведен и в период брака. Согласно статье 38 частью 1 семейного кодекса. Суд признает за истцом и за ответчицей право собственности на одну вторую долю спорной квартиры. За каждым. Потому что данная квартира была приобретена в период брака. А имущество, приобретенное в период брака, независимо на имя кого из супругов оно было приобретено, является совместной собственностью супругов. Согласно статье 34 частью 1 семейного кодекса. Произведенный супруга ремонт в квартире не является основанием для отступления от равенства долей супругов. Потому что в основном он был сделан с использованием имеющихся у супругов денежных сбережений, которые находились на счету открытым на имя супруги. Ясное решение суда. Судебное заседание закрыто. Прошу всех встать. Юрий, все с тобой понятно. Так, короче. С тобой я поговорю потом. С тобой вообще говорить. Я люблю тебя. Ты подумай. А ты мне теперь, зараза, все деньги до копеечки отдашь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok